Ну уж после этого тут точно все должно вывалиться на стол. Я думаю, что просто снимаем кожух. Дамы и господа, приветствую Барабанная Дробь, и я вам с гордостью представляю новую Bluetooth-колонку JBL Pulse 4. Четвертое поколение самых необычно выглядящих Bluetooth-колонок, и сегодня прямо в этом ролике я вам расскажу, чем она отличается от колонки предыдущего поколения. Самое главное, мы ее разберем, посмотрим, почему она так светится, и, наверное, попробуем собрать. И это будет самым сложным аспектом этого видео. В любом случае, мы начали. Хоба! Так, я ловкий парень. Смотрите, это JBL Pulse 3, колонка предыдущего поколения, и уже в предыдущем поколении она, в принципе, выглядела офигительно. Но посмотрите, насколько интереснее сделали ее в поколении четвертом. И, казалось бы, все здорово, она стала тяжелее, она стала массивнее, она стала практически полностью стеклянной, хотя, на самом деле, это, естественно, пластик. Но не все так просто, потому что кое-чего четвертый пульс лишился по сравнению с третьим. Обычно в каждом новом поколении что-то новенькое додобавляют. В данном случае убавили. Колонка лишилась возможности использования ее как спикерфона. Ну, то есть, в ней больше нет микрофона, ее нельзя подключить к телефону так, чтобы использовать колонку типа как гарнитуру. А еще, если посмотреть внимательно вот под эту заглушку, у третьего пульса был AUX разъем. Слушать музыку не по блютусу, а по проводу от плеера. Но и этой функции у нас теперь тоже нет. Значит, смотрите, рассказываю. Вот здесь у нас 20-ваттный, по крайней мере, по заявлению JBL динамик. Он находится под этой металлической решеткой. Дальше кнопка блютус, кнопка включения колонки. С другой стороны, кнопка изменения подсветки. Нажимаем на нее, и колонка начинает светиться прямо разными эффектами. Причем можно даже в приложении, это я покажу чуть попозже. И самое главное, самая классная кнопка пати-буст. Когда колонки можно объединять в цепь, и они начинают играть одну и ту же музыку, только одновременно. И это офигенно. И это мы тоже сегодня протестим. А вот с этой стороны мякотка, которая по уму называется пассивный радиатор, она усиливает низкие частоты. А вообще вся техника JBL всегда славилась именно своей склонностью к хорошему, массивному, жирному, сочному басу. Это не исключение. А вот здесь, смотрите, у нас USB-C-порт и светодиод-индикатор уровня заряда батареи. Здесь внутри батарейка на 7200 с чем-то миллиампер-часов. И производитель заявляет, что этой батареи хватит на 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Это достаточно много. AUX разъема, как я уже сказал, здесь нет. Соответственно, нет возможности напрямую подключить свой любимый плеер и слушать музыку. Но зато осталась влагозащита по стандартам IPX7. Соответственно, с этой колонкой можно погружаться на глубину не более 1 метра и не дольше, чем на 30 минут. Я, честно говоря, не очень представляю себе сценарий, когда вы будете слушать музыку под водой. Но зато ее можно взять к какому-нибудь бассейну, на пляж или куда-то к открытой воде и не переживать о том, что с ней что-то от попадания влаги случится. Ничего не случится. IPX7. Я об этом хотел сказать в конце видео, но скажу сейчас, потому что мне не терпится. У меня есть два JBL Pulse 4 и второй я предлагаю прямо сейчас распаковать. Заодно посмотрим, что у нас в коробке. И уже потом перейдем к раздербаниванию колонки, потому что там дико интересно, как же это все работает. Блин, ну вот коробки всегда были клевые. Посмотрите, как классно переливается непосредственно сам Pulse 4 на коробке и с этой стороны. И с этой. То есть именно на упаковку в JBL нифига не скупятся. Это хороший подход, мне нравится. Sound you can see. Звук, который ты можешь увидеть, это, блин, действительно так. Снимаем мякотку. Вот она. Хопа. Еще один черный Pulse 4. Конвертик. В конвертике инструкция. Нужно немножко постараться и все получится. Ха. И USB-A, USB-C кабели для зарядки. В общем-то это весь комплект. Но, понимаете, в чем дело? Мне не нужно два JBL Pulse 4. Поэтому один я отдам вам. Вы просто ставите лайк этому видео. Это, кстати, не обязательно такое опциональное условие. Оставляйте один единственный комментарий там внизу. И через недельку-две подведем итоги. Случайным образом выберем победителя, как это мы обычно делаем. Давайте послушаем, как они играют. Да. Стереопара готова. И самое главное это то, как Pulse 4 звучит. И он ожидаемо звучит лучше, чем Pulse 3. Я сидел сегодня весь день. На самом деле заколебал всех в студии громкой музыкой. Но я сравнивал, что звучит лучше. Третий пульс или все-таки четвертый. В третьем очень высокая середина. То есть реально средние частоты как-то слишком задраны по сравнению с четвертым. Здесь же наоборот. Очень много высоких и гораздо больше низких, чем в третьем пульсе. Соответственно, звук мне показался более гармоничный, более такой звонкий, классный и четкий. Дайте слушать. С точки зрения громкости, казалось бы, у нас паритет. И у третьего и у четвертого пульса выходная мощность 20 ватт. Но при этом, при живом сравнении, четверка звучит значительно громче. И чище на максимальной громкости. Джей Смит. Never Never Land. Ну, пой. Это максимальная громкость! Хватит нескольких друзей нам для счастья. Смитен, Вессен, Генри, Форд, Адитаслер. Хватит нескольких друзей нам для счастья. Хватит нескольких друзей, Вессен, Генри, Форд, Адитаслер. Так, давай что-нибудь поспокойнее. The Revivalist. Слушайте, ну стереоэффект точно чувствуется. Динамика у нас здесь, но при этом играют они, типа, на 360 градусов, как заявляет Джебель. То есть звук у нас, на самом деле, распространяется равномерно вокруг самой колонки. О! Eminem. Музыка моей. Во, во, работает пассивный радиатор. Когда колонка играет на максимальном уровне громкости, рядом с ней находиться реально некомфортно. Они действительно очень горластые. А это у нас играет Melte. Трек-слип. Очень басовый. Мне нравится наблюдать за работой этих пассивных радиаторов, потому что они, блин, так круто выпукливаются. Есть одно но. Я каждый раз ругаю Джебель за это, и этот ролик не будет исключением. Пати-буст, вот эта система объединения колонок в цепь, это, на самом деле, фишка-то не новая. Допустим, в третьем пульсе это тоже было. Но они друг с другом несовместимы. Только четверки. Ну, либо же другие новые колонки Джебель, которые поддерживают именно Пати-буст. Не знаю, как вам, а мне вот дико интересно посмотреть, как это все работает, и поэтому я предлагаю колонку выключить. Вот эту убрать, потому что это уедет кому-то из вас. И попробовать посмотреть на ее содержимое. А именно на то, как устроены там светодиоды. Я сразу скажу. Я ни разу не разбирал пульс 4. Я не знаю, как это правильно делать. Но мне очень хочется показать вам внутрянку. Внутрянку, поэтому у меня есть нож. И я сейчас буду сковыривать... Это не нож. Вот нож. И я сейчас буду сковыривать вот эти заглушки. Слева и справа от меня. Я постараюсь все сделать максимально аккуратно. Скорее всего, это же держится просто на клею. Ой. Слушай, ну если мы ее немножко покорябаем, я думаю, что ничего страшного. В конце концов, это... Наука. Знаешь, вот iFixit бы сейчас сказали, что репейрабилити рейтинг. Типа 0 из 10. С моими кривыми руками только колонки и разбирать. Короче, вот сейчас наступает тот самый момент, когда нужно посмотреть на YouTube, как это делать. Короче, сверху что-то не получилось. Я только все изгадил, поэтому попробуем снизу. И, может быть, снизу удачи будет побольше. Посмотрим. Не, ну вот мое почтение. JBL собирают колонки прям 10 из 10. Я даже не знаю, как это разобрать теперь. Так, пассивный радиатор. Значит, ножку я снял. Это уже большая победа. Теперь нам нужно открутить вот эти 6 болтов, чтобы ослабить всю эту конструкцию, снять верхнюю часть и затем уже вытащить внутрянку, чтобы посмотреть на светодиоды. Я так полагаю, что сейчас мы их выкручиваем, снимаем радиатор и после этого вся конструкция внутри у нас будет ходить туда-сюда. Главное, чтобы раньше времени ничего не выпало. Не нравится мне вандалить колонки, конечно, но что ж поделать. Ну, к тому требует. Окей, 6 винтиков мы выкрутили. Вытаскиваем, значит, наш пассивный радиатор. Вот он, резиновый. После чего... Да опять! Да вы что? Куда столько винтов-то? Здесь еще 6 штук. Ну, серьезно, что ли? Блин, ну, жутко же интересно посмотреть, как вот эти все мигающие огоньки там устроены изнутри. Попробуем продолжить нашими варварскими методами всковыривать. Ой, поцарапал. Ну, теперь-то я думаю, что уже можно не стесняться. Все равно на Авито ее, как новую, уже не продашь. И даже как немного БУ тоже. Фу! Силушку богатурскую приложил. А, нет, кстати, подожди, рано. И... Вот это был не очень хороший звук. Но теперь-то уже, я думаю, все равно. Металлическая сетка, на которой написано JBL, которая прикрывает динамик. А здесь, кстати, еще одна сетка изнутри. Я не знаю, по-моему, она тканевая. Наверное, она как раз служит для того, чтобы защитить динамик от попадания воды. Я полагаю, что здесь, в случае с разъемом питания, светодиодом, индикатором заряда батареи, история у нас будет абсолютно такая же. Нужно снять эту пластиковую заглушку. И здесь нас ждет еще два винта. Их тоже нужно открутить. Ну уж после этого-то точно все должно вывалиться на стол. Ну, просто больше винтов я уже не знаю, где здесь можно разместить. Снизу еще три винтика. Ну уж это стопудово последнее. Учтите, если вы все это захотите повторить, я, правда, не знаю зачем, что будет вами двигать, но, тем не менее, вам обязательно понадобится тонкая, плоская отвертка с прямым шлицом, для того, чтобы, во-первых, отсоединить сам разъем, а, во-вторых, вытолкнуть его наружу, потому что без этого не получится снять. После этого мы, я думаю, что просто снимаем кожух. Вот этот пластиковый у нас, кстати, оп, еще один пластиковый кожух, который создает, кстати, как мне кажется, как раз вот это рассеянное свечение. Но мы все это делали ради вот этой части колонки. Это вся внутрянка. Где-то 11-12 полосок по 9 светодиодов, которые создают все это свечение. Дальше у нас внутри находится где-то здесь должна быть батарея и сам динамик. Тот самый 20-ваттный, но, по крайней мере, так, опять же, заявляет JBL. Давайте включим, посмотрим, как это будет светиться. А-ха-ха-ха, офигеть! Не так эффектно, на самом деле, как в корпусе, но, тем не менее, тоже достаточно неплохо. Осталось понять, какая из этих кнопок, светящихся, отвечает за смену подсветки. Нет, это было выключение. Вот эта кнопка меняет цвет и сам паттерн свечения этих светодиодов. На самом деле, все достаточно просто. Как вы видите, динамик, батарея, плюс несколько полосок со светодиодами, которые и творят всю эту магию. Но не без вот этого кожуха, который мы надеваем. И сразу же становится гораздо интереснее. После чего мы надеваем еще один. И вот, вуаля, колонка у нас почти собрана, почти новая. Можно продавать с 20% скидкой на Авито, как слегка БУ. Пау! Инженерная магия. Это Райзагенст, если вы не узнали. На самом деле, это похоже, типа, на фонарик, только который светит не отсюда, а из ручки. Типа такой фонарик наоборот. Так, на всякий случай, отмечу для протокола. Я не очень доволен тем, чем я только что занимался. Я имею в виду разбор этой колонки, потому что обратно ее собрать уже будет. Ну, вполне реально, но свой первоначальный вид она, конечно, уже потеряла, потому что у меня руки кривые. Поэтому я с вами поделюсь своим опытом. Поддевать верхнюю часть, где у нас находится прорезь динамика, нужно около кнопок. Там находятся защелки, которые, собственно, вы рассоединяете, и эта верхняя часть легко снимается. И вы знаете, мне нравится. Единственное, что определенная криворукость мне помешала сделать это нормально, но, тем не менее, я считаю, что наш научный эксперимент можно считать успешно завершенным. Главное, вы, когда выиграете у меня вот такую же колонку, пожалуйста, не разбирайте ее, потому что собрана она слишком хорошо, чтобы сделать это без потерь для внешнего вида. Я напоминаю, что все условия розыгрыша колонки JBL Pulse 4 там, внизу, в описании. Участвуйте. Удачи вам! И поддержите меня, пожалуйста, большим пальцем вверх. До скорой встречи здесь, на YouTube. Пока!